В этой серии у нас будет вторая половина 1938 года, в том числе знаменитый Мюнхенский сговор, когда союзники предали Чехословакию. Так, на чем мы там остановились? Какие у нас там проблемы? Сейчас у нас внедряются в правительство, в Латвии, и потом еще попробуем украсть чертежи тоже здесь, в Латвии, после внедрения правительства. Ну, если повезет, мы еще получим там 25 политики, если будет критический успех операции. И для кражи чертежей тут еще выгодно взять нам вот эти пилюли для самоубийства, суицидальные пилюли, шанс смерти нашего оперативника и его захвата, а, шанс смерти оперативника, если его захватят плюс 25%. По-моему, ванили немножко другие характеристики у этого, она там дает еще бонус к этому, к чертежам какой-то бонус дает в ваниле, суицидальные пилюли. Ну, просто если оперативника захватят, то у них будет хороший бонус у страны, который захватят, будет бонус к разведке против нас временный. Типа наш этот, наш оперативник, типа его, короче, будут пытать, и он там выдаст, а может и без пыток выдаст все, что знает о нас, о своей стране. Вот эти, как они называются, бесцветные чернила, как по-русски правильно это было. Вот эффективность захвата чертежей плюс 15% пригодится нам. И у нас еще один агент попался в плен в Латвии. В принципе, мы его успеем спасти, я думаю, операция... Через месяц захватим чертежи, ой, внедримся в администрацию, потом спасем агента. Его убивают через 206 дней, так что мы успеем спасти. За 35 дней организовать операцию спасательную. Вот, что еще? Ну и политку мы сейчас, соответственно, копим на КБ, либо на авиацию, либо на танки. Я думаю, скорее всего, на танки мы поставим КБ, потому что авиацию мы как бы изучили, у нас уже более-менее авиация есть изучена. Мы уже спидфайры производим. Вот, и парикейны тоже производим. Так, это у нас бронеавтомобиль командирский изучился. Кстати, его, по-моему, тоже сразу не ставится в дивизию, его надо внедрять или ставиться. А, нет, он, походу, сразу добавляется в дивизию. Где у нас танковые дивизии? Где у нас... Так, пехотные танки, легкие танки. Да, они сразу автоматически добавляются в командирские танки. Но это фигово. То есть, их сразу надо производить. Если они добавятся автоматически, и мы их не производим, то у нас будут, ну, дивизии ухудшаться параметры в бою. Потому что она, типа, не укомплектована полностью тем, чем должна укомплектована быть. Я просто думал, что с командирскими танками будет такая же фишка, как с этим вот. Как вот с этим оборудованием, ну, вот с радиостанциями, с пехотными орудиями. Потому что они их, вот мы изучили, да? А раньше они сразу добавлялись в шаблон автоматически. Даже если мы их не производим. А сейчас мы их изучили. Можем сначала произвести необходимое количество, а потом уже интегрировать в доступное подразделение. Это намного удобней, выгодней. Вот, и что тут дальше возьмем? Вот, в принципе, мы сейчас можем КБ, наверное, поставить. Это у нас крейсерские танки. Ну, вот эту еще мы не будем производить штуку, а вот эту уже, скорее всего, будем. И вот тяжелый танк, пехотный танк Матильда, тоже мы, скорее всего, этот будем производить. Сколько у него броня? 35 из 12. Так, скорость. Софта одинаковая у них, прорыв одинаковый. Защита здесь повыше. Бронепробитие одинаковое, они 25 с половиной. Да, вот этот крейсерский танк МК-4 мы просто изучим, не будем его производить. Уже будем производить вот этот вот Ковенантер. Заветный, или как это правильно по-русски. Вот, а вот эти пехотные танки мы будем производить уже Матильды. Поэтому подождем, пока у нас на КБ накопится. Так, стопе. У нас легкие танки производятся. Один завод на легких танках стоит. Викерс Лайт МК-6. А если мы изучим новую версию легкого танка, может быть, их потом можно будет модернизировать, вот эти вот до этих. Хотя, скорее всего, нету. Но у нас, если мы изучим МК-7 Тетрарх, мы получим... У нас разблокируются... Короче, мы сможем с десантом их сбрасывать, эти танки. Что, довольно прикольно. Поэтому изучим, наверное, Тетрарх. КБ есть какой-нибудь? На легкие танки. Викерс Армстранг. Легкие танки. Скорость. Надежность плюс 5. Так. Ну, хорошо, сейчас накопим. В принципе, по 2,5 в день у нас растет политка. Мы сейчас быстро накопим. Поставим КБшку. Садабадский договор. Это типа это, ближневосточная Антанта. Так называемая. Кто у нее там входил исторически? Ирак, Иран, Афганистан и Турция, по-моему. В стремлении к миру на Большом Ближнем Востоке представители Турции, Ирана, Ирака и Афганистана встретились во дворце Садабад в Тегеране. Там был подписан Садабадский договор, официально закрепивший пятилетний пакт о ненападении между этими странами. В связи с ростом напряженности во всем мире эта группа искренне заявляет о своих намерениях по установлению мира между соседями. Поддерживаем их. Начинание. Стабилка плюс один. Ну а стабилка и так уже выше 100%. Так, сделка по вооружениям. Здесь лучше всегда продавать. Выгоднее получается оружие, а не покупать. Так, сейчас... Короче, ждем 135 политки и ставим КБ на легкие танки. А у нас Лендрис слетел с этой. С республиканской Испанией. Но выделим им все-таки 50% нашего производства винтовок. Может они еще повоюют. И допки. Так, здесь дальше застраиваемся военными заводами. Хотя, хотя, хотя в принципе мы можем немножко подождать пока у нас переходный период идет вот этот вот 122 дня. А, в принципе он уже почти прошел. Осталось 6 дней. Ну, типа когда экономику меняешь здесь не единовременно она меняется, а надо ждать 120 дней. Ну, в принципе, да. Я просто думал может быть сейчас что-то другое построить пока у нас нет бонуса на скорость строительства военных заводов. Но сейчас у нас уже будет ранняя мобилизация, поэтому можно строить военные заводы спокойно. Хотя, может быть построить еще какие-нибудь специализированные заводы. Так, это у нас на бомберы специализированные заводы. Это у нас на истребители. Ну, точнее это на легкую авиацию, это на тяжелую авиацию. Специализированные заводы. Ну, в принципе, можно построить еще три завода на легкую авиацию. И потом здесь поставить сфокусироваться на истребителях, чтобы у нас объем производства был именно на истребителях. Стоимость производства была меньше. Поэтому построим мы три этих авиационных завода. по производству легкой авиации. А, нам мы их даже не можем построить, потому что мы не изучили эту хрень. Вот мы их не прокачали даже. Тут, в принципе, по 30 дней они изучаются довольно быстро. Так, а что мы сейчас можем построить? автомобильные заводы пока не можем, бронетехники завода не можем, артиллерийские не можем. Можем только вот эти, которые мы и так уже построили по униформе и стрелковому оружию. И реактивных, и реактивной авиации, но она нам сейчас особо пока не нужна. Устроим дальше военные заводы. как тут у нас в Китае дела обстоят. Так, ну, продаем оружие Гондурасу, получаем 15 политки. Так, а с Китая у нас с Китая Ландрис не слетел. С Китая у нас отношения прекрасные. Так, в этой ячейке мы возьмем дальше, прокачаем доктрину. Командование прокачаем. Блин, трех единиц опыта не хватает. Сейчас, две единицы, сейчас подождем немножко. Чтоб со скидкой взять. в этой ячейке. Повторный ввод в строй ХМС «Аргус». «Аргус» был повторно введен в строй и частично модернизирован незадолго до Второй мировой войны. И до июня 1940 года служил учебным кораблем для обучения посадки на палубу авианосцам. К 1942 году Королевскому флоту очень не хватало авианосцев. И «Аргус» был вынужден служить на передовой, несмотря на отсутствие у него скорости и вооружения. Ну что, поднять якоря. У нас появится вариант эскортного авианосца раннего «Аргус-класс». Сколько у него палуба? 18 самолетов всего вмещает. Ну его надо сразу апнуть. Модернизировать, хотя бы на надежность поднять до 50%. А, блин, остальное у нас не хватит опыта морского. У нас с опытом капец вообще. С морским особенно. Ну, потому что у нас эти теоретики все стоят сухопутный и авиационный один. А морской опыт у нас сейчас не идет, потому что мы флот весь поставили на прикол, потому что у нас если вывести флот в море на учения, то у нас сразу горючее будет заканчиваться. И после этого начнут бузить гражданские, то есть когда не будет хватать горючего для гражданского населения, они начнут недовольство проявлять. Ну, то, что в прошлой серии было. И у нас появится негативный национальный дух, который будет давать штраф к объемам производства. Вот, и там к чему-то еще, к стабилке, по-моему. Ну, в принципе, мы... Немножко мы можем потренировать флот. Так, и модернизировать заодно наши кораблики. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот, хоть немножко пофармим опыта морского. Чтоб шаблоны нам менять можно было хотя бы. Чтоб... Чтоб хотя бы немножко можно было модернизировать наши корабли. Так... Тур-де-Франс 1938 года проходил между 5 и 31 июля. Италия выиграла ралли. Ралли. Бельгия на втором месте. Франция на третьем месте. Ну, это на велосипедах. По всей Франции катаются. Так, у нас фокус моторизации армии изучился. Получили мы здесь кучу скидок на технику для сухопутной армии. И автомобильный завод. Так, следующий фокус у нас... Ну, спидфары, харрикейны мы уже изучили. Эти скидки мы оставим на более поздней версии этих самолетов. Мы, в принципе, можем сейчас... Вот здесь, в Бракович, получить 10 опыта. Драгоценного, которого у нас нет, авиационного и морского. Которого у нас капец как не хватает. И вот здесь мы можем получить скидки. Здесь мы можем получить скидки на тяжелую авиацию. И такты. Вот такты мы, кстати, как раз, наверное, будем скоро исследовать. Так, 30 дней. У нас... Авиационная ячейка будет через 90 дней освободиться. Так, ну что, пока тогда, наверное, мы возьмем... Что мы возьмем по фокусам? Нам надо еще в ближайшее время... Вот эту ветку пройти, вот эти два фокуса взять. Тут у нас добавляются резервисты, которых у нас не хватает сильно. Для армии. А вот этот военный... Акт военной подготовки у нас уже после... Уже в 39-м году будет только доступен. А вот эти два фокуса надо будет взять. Эта ветка во время войны только доступна. Защита страна, это уже 39-й год, все. То есть здесь у нас только вот эти два фокуса надо еще взять в ближайшее время. Потом развить страны нашего содружества британского. Чтобы выйти вот сюда, вот на имперскую конференцию, которая дает нам 60 политки. И ячейку исследований еще здесь добавляется. Очень полезная ячейка как раз в сухопутной армии, где у нас куча скидок сейчас появилась. Вот, поэтому... Здесь нам требуется развить Канаду, Зеландию и Индию. Ну, у нас 90 дней есть, поэтому, в принципе, мы можем сейчас по очереди взять. И вот здесь еще в 38-м году мы должны выбрать снова приоритет флота, авиации или армии. Приоритет вооружения. Рода войск. Это уже 39-й год дальше пошел вот здесь по фокусам. Здесь все фокусы по 40 дней. А у нас... У нас 90 дней. Как раз надо 3 фокуса взять на 30 дней. То есть вот эти 2 и еще какой-то 1. Ну, в принципе, наверное, мы сейчас выберем приоритет королевских военно-морского флота, королевских ВВС или британской армии. Флот у нас особо не роляет. У нас и так все отлично с флотом. Приоритеты королевских ВВС... Получим национальный дух расширения королевских ВВС, снижая стоимость производства бомберов. А мы бомберы вообще не производим еще. У нас только истребители стоят на производстве. Поэтому этот фокус особо нам ничем не поможет сейчас. Поэтому... Методом исключения берем приоритет британской армии в перевооружении... Точнее, в наращивании вооружений. В программе наращивания вооружений 1938 года. Британская армия велика, но она расредоточена среди наших многочисленных колоний. Чтобы выставить настоящую боеспособную армию, мы должны расширить наши силы и вооружить их новым оружием. Так, че там у нас? Сколько там КБ-135? Ща поставим Виккерс Армстронг для легких... Для легких танков. Пусть пока новенькие тоже тренируются дивизии. Дорегулярных. Так, это у нас... Территориальные дивизии. Кто у нас там? Командует. Вот этот чел. Тоже пусть тренируются. Дорегулярных. Так, операция... Так, внедрились мы в правительство Латвии, но на этот раз не получили мы палитку. То есть не идеально. Теперь спасаем нашего агента. Мастер побега организует у нас, точнее будет участвовать в операции по спасению из плена. Так, остальные. Пусть пока стоят здесь сеть, нарабатывают в Латвии, для кражи чертежей. Так, а стоп, а что у нас там, кстати? У нас появился какой-то новый корабль, да? Исторический Аргус, там как он называется, а шаблон? Шаблон нам дали, этого Аргуса. Ничего, с шаблона я что-то не вижу. Вот этот что ли? А, ну да, мы же тут ставили как раз систему. Вот это вот, класс Аргус, ранний типа авианосец. Так, ну что, ставим дядьку, ой, ставим КБ на легкие танки. И изучаем эти тетрархи. Так, а че, а где КБ? Значка КБ нету. Может быть, типа, он просто не показывает, но он сработает, я надеюсь. Это странно. Обычно тут, если когда КБ ставишь, то значок, типа, что с этим КБ производится техника. Ваниль. А здесь, в этом моде, возможно, они просто этот значок убрали отсюда. Ну, КБ работает, по идее, должно работать. Хотя, хрен знает. Так, у нас уже сентябрь 38-го, сейчас, по идее, Мюнхенский сговор будет. КБ, КБ. Так, предъявляем ультиматум, оказываем дипломатическое давление на Тибет. Получаем 10 политки. Да, Тибет должен вступить в союзники. И Далай-Лама рулит. Так, следующий фокус у нас по очереди идет вот этот. Береговое командование. Наша промышленность поддерживается ресурсами, поставляемыми в Британию из многих отдаленных уголков нашей империи. Наши конвои морские, это наша кровь. И должны защищать, как королевские военно-морские силы, так и королевские военно-воздушные силы. Мы должны создать специальное подразделение королевских ВВС для защиты подходов к нашим портам. Получим опыт и скидку на морбобры. Индийский национальный конгресс побеждает на провинциальных выборах. На недавних местных выборах Индийский национальный конгресс ну это такая левая социал-демократическая партия получил подавляющее большинство. Его программа действий предполагает постепенный и упорядоченный переход к местному самоуправлению и статусу доминиона в будущем. Похоже, что индийцы отвергли более радикальную политику, которую отстаивал Махатма Ганди, который выступал за полный разрыв с Великобританией и как можно скорее полное самоуправление. и полное самоуправление как можно скорее. Действительно ли их голоса что-то меняют? Ну вообще, Махатма Ганди, он же был сторонником этого ненасильственного сопротивления. То есть, он тоже не за силовой метод борьбы с англичанами выступал. Генерал-губернатор Британской Индии. Генерал-губернатор Так, ураган 1938 года в Новой Англии. Где находится Новой Англии что-то я подзабыл, честно говоря. По-моему, где-то в северной части. Либо вот здесь вот где-то, либо вот здесь. 9 сентября 1938 года в Новой Англии, регионе США произошел ужасающий смерч. Между около 700-800, короче, человек погибло и 306 миллионов долларов ущерб от повреждений и ранений понесла эта территория. Вот что-то не помню, где она находится. Надо гуглануть сейчас. Стыдно, конечно, не знать. Новая Англия. Ну да, это северо-восток США, включая штаты Мэн, Вермонт, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Коннектикут и Род-Айланд. Это, короче, вот эта вся штука, походу. Ну вот, вот это вот, вот так. Хотя штат Мэн, по-моему, не входит. Вот это вот входит, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айланд. Вот это вот. Так, кстати, у нас 73 политки есть. О, у нас с алюминием жесть. Из-за того, что мы производим авианосцы. Я забыл совсем про алюминий. Надо закупиться алюминием. Франции. И у нас скорее всего с резиной будут тоже проблемы в ближайшее время, поэтому сейчас попрожимаем решение на развитие добычи ресурсов. А, у нас тут не хватает, короче, нам требуется изучить технологию добычи ресурсов второго уровня, чтобы эти решения открыть. Так, что-то там мы сейчас можем, куда политку поделать. КБ на авиацию пока рано. Ну, прожмем сейчас тогда китайскую рулеточку еще разок сыграем. Кто у нас тут следующий будет? Кликома у нас будет следующая. Вот это. вот, и прожмем еще, наверное, мы сейчас решение на резину. Так, у нас разработка, точнее, выращивание паучука. в Нигерии. Короче, создадим каучуковые плантации в Нигерии. Построим. Или вырастим, как правильно, вырастим, наверное. 180 дней, 180 дней у нас будут три фабрики заюзаны на этом. И 10 резины получим в Нигерии. Чтобы у нас не было особых проблем с резиной, когда мы будем больше авиации производить. лёгкие бомберы мы производим. Надо было, наверное, всё-таки взять нам этот фокус, приоритет, наверное, всё-таки авиации. Мы в прошлый раз взяли наземную приоритет британской армии, сейчас взяли приоритет британской армии, а у нас авиация как-то не особо. Ну, хотя, на первом этапе до 41-го года главное, чтобы у нас по истребителям было нормально, главное, чтобы был зелёный воздух, а потом уже в 42-43-м, когда Германия будет занята Советским Союзом, будем бомбить Германию бомберами, поэтому стратегическими. А сейчас у нас такой авиации, которая ближнего боя, непосредственной поддержки армии у нас хватает, у нас 600 штурмов есть, поэтому нам, в принципе, бомберы сейчас особо не нужны, такты. Вот, поэтому я пока что особо не налегаю на производство тактов, а остроты у нас будут, как я уже говорил, где-то в 42-м году рулить, в 43-м. Так, ну чё, возьмём сейчас эту операцию по краже чертежей, 9-го октября. Чё-то Мюнхенского сговора нету. Сейчас спасём агента и потом попробуем украсть чертежи у Латвии. Где Мюнхенский сговор? У нас разве данные по Германии очень слабые, неизвестный фокус, они изучают данных у нас капец как не хватает. Ну, потому что мы шифры даже не взломали германский. У нас только итальянский взломан. Чё там, кстати, у Италии вообще? Вот, по Италии у нас больше 18%, но это всё равно недостаточно. Только примерные данные у нас есть. Количество персонала ВВС у них максимум 50 тысяч. 100 дивок где-то примерно около миллиама. Сухопутная армия. Тут да, тут надо прокачивать дальше эти вот эти ещё штуки на разведку. Короче, создавать департамент авиационной разведки, военно-морской, армейской разведки. Вот это всё прокачивать надо тоже. В принципе, как раз мы можем сейчас прокачать авиационный наверное сначала авиационный департамент в МИ-6 создадим. Точнее он уже создан, прокачаем его. в МИ-6 бастион демократии Чехословакия. Чё-то я не понял, а где у нас Мюнхенский сговор? Так, командование бомбардировочной авиации у нас следующий фокус. Как всегда говорил Джулио Дуэ, бомбардировщик всегда прорвётся. Однако достижения в области радиолокационных технологий и противовоздушной обороны не стоят на месте. Поэтому мы должны уделить первоочередное внимание разработке более совершенных бомбардировщиков. как я говорил у нас сейчас особо бомберы не нужны такты поэтому фокус нам не особо нужен просто чтобы у нас ну как сказать был запас заранее надо готовиться к войне. чтобы у нас ячейка не простаивала зря авиационная мы прокачаем сейчас бомберы наши так у нас адмирал четфилот уходит в отставку после долгих лет службы этот стойкий военный лидер решил уйти на покой мы можем попробовать удержать его на службе минус 50 политки либо пожелать ему счастливой отставки эрни четфилд это у нас кто вообще а это у нас главком военно-морских это у нас главком военно-морского флота королевского ладно пожелаем ему отставки за 50 политки сейчас придется нового назначать за 150 политки уже так мы успешно освободили нашего оперативника и готовим готовим кражу чертежей пока что одного заранее поставим на Эстонию чтобы он разведсеть заранее здесь строил так кража чертежей 120 дней трансный успех отличный о наконец-то у нас произошло событие мюнхенская конференция картинку они конечно подобрали какой-то какой-то чел вообще неизвестный я даже такого не знаю тут надо было картинку либо где они там все собираются там Гитлер Муссолини и вот эти двое еще Чемберлен и Даладье где они подписывают это соглашение мюнхенское либо картинку где Чемберлен Невил Чемберлен когда прилетел после этой конференции домой он типа знаменитая фраза типа его я привез вам мир когда он вышел с самолета с этой бумажкой подписанной его там сфоткали типа потом была еще подпись типа лживое обещание ну так вот мюнхенская конференция требования Германии к Чехословакии передать ей Судетскую область где проживает значительное число этнических немцев достигла апогея Гитлер разместил войска вдоль чехословацкой границы готовясь к наступлению чё-то мне прям это напоминает сильные современные истории так в Мюнхене проходят переговоры между Великобританией и Францией Италией и Германией в надежде договориться о мирном прекращении Судетского кризиса какой будет британская позиция ну что тут мы на историческом фокусе выбираем Чехия должна защищаться минус минус 200 политки и у нас скорее всего война начнется с Германии но это не исторический не исторический выбор поэтому мы поэтому мы предоставляем Чехов самим себе ущается у нас мнение о нас мнение в Чехословаке Югославия выдвигает претензии на Болгарию ссылаясь на основы своей нации как на союз славянских народов югославская риторика в последнее время все чаще выступает за членство болгарского народа в этом союзе теперь Типа самый такой большой клубок противоречий был именно на Балканском полуострове, из-за чего в принципе и разразилась Первая мировая. Вопрос о королевстве Югославии. Вопрос о королевстве Югославии. Вопрос о королевстве Югославии. Это заставило немало людей на дипломатической службе задаться вопросом, знала ли Югославия о том, что должно произойти с Чехословакией и возможно она согласилась. Действительно согласилась на это. Нам следует... Нам следует подумать о том, чтобы напомнить им, что любое соглашение с Германией будет считаться враждебным актом в случае, если разразится война. Нам... Ну что, окажем давление, наверное... Они все еще... Должно быть, они все еще в шоке. Типа они сами в шоке от того, что Германия сделала с Чехословакией. Отправим... Отправим... В Югославии произойдет событие британское давление. Отправим... 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 Так... У нас торговая сделка... С... Кликой... Шаньдуньской кликой в Китае. Улучшаются торговые отношения, торговые мнения, торговые связи. Друг с другом. Вот у Венгрии дух ревизионизма. Типа она хочет вернуть себе Великую Венгрию обратно. Вот в таких границах, как она была в составе Австро-Венгрии. Так что тут не только Германия выступает за пересмотр границ в Европе. Так, у нас дофига есть политки. Что мы сейчас сделаем? Поставим, может быть, верховного угла на командующего. На прирост политки еще. Так, ну тут нам опыта... Прирост опыта нам не дают. Хотя вот этот вот... Сэр Джон Дилл дает нам... Прирост политки аж плюс семь процентов. А здесь плюс пять. Странно, что в армии дают прирост политки. А, ну у него штраф прирост опыта минус десять процентов. А нам сейчас опыт важнее, чем политка. Армейский опыт нам надо кучу там со скидками изучать всякой хрени, поэтому... Пока что... Нам особо... Политку на самом деле некуда девать. Ну только если заранее поставить КБшки какие-то... На авиацию. Ну либо мы можем поставить сейчас какое-нибудь КБ... Морское. Правда, я не знаю, что мы тут будем исследовать с этим КБ. А, тут еще, кстати, КБшки дают объем производства. Объем производства верфей плюс пять процентов, поэтому они не такие уж и бесполезные. Они все дают плюс пять производства, поэтому... Поэтому сейчас поставим, да, морское КБ. Только вот какое... Так, это на авианосце. Так, это на авианосце эсминцы. Легкие крейсера. Так, это у нас скорость обнаружения подводных лодок. Авианосцами и эсминцами. А, эсминцами только защита будет. Противовоздушная выше. Так, для линкоров и крупных крейсеров. Броня. Прочность. Атака крупных и легких орудий плюс пять. Нет, это нам не подходит. Вот, для эсминцев обнаружение подводных лодок плюс пять процентов. Вот это нам пригодится, мне кажется. Торпедные катера. Вот что за торпедные катера? Я так и не понял. Я их в игре так и не увидел, честно говоря. А это только после тридцать девятого, в тридцать девятом можно взять. Судостроение Джароу. Где как раз эти бунты были Джароу. Вот где-то вот здесь. В районе Нью-Касла находится этот город Джароу. Ну, возьмем сейчас тогда мы на обнаружение подводных лодок для эсминцев. Вот это вот. Джон Браун и компани. Франция хочет присоединиться к союзникам. Мир становится все более небезопасным. Великобритания и Франция остаются бастионами демократии и свободы в Европе. И теперь Франция предлагает присоединиться к союзникам. Как мы должны им ответить? Естественно, на историческом фокусе мы соглашаемся, принимаем их в союзники вместе с их марионетками. С их вассалами Ливан, Сирия, Марокко, Индокитай, Хаттай. Вместе мы выстоим. У нас риск то, что другая страна перехватит у нас лидерство в Альянсе. Франция. На 84% она почти нас догнала по своей мощи. То есть если нас обгонит, то она может стать лидером Альянса. Хотя там опять же Эдуард Даладье, премьер-министр. Тоже картинка была неподходящая, там был Черчилль нарисован с этим, с Шарлем де Голлем во время событий. Хотя тут у власти Даладье во Франции, а у нас еще Чемберлин. Да нет, Франция не перехватит у нас лидерство в Альянсе, потому что она не лидер Альянса. Так, все, 150 политки есть, ставим. КБ на флот, вот это вот. Неплохо, это что, весь год продержалась практически, 38-й каким-то чудом еще. Республиканская Испания. Ну тут уже чисто только одни коммунисты. Помощь не придет. Ну да. Не, ну почему, Советский Союз помогает, да и мы тоже помогаем. Но больше помощи уже не придет. Типа у них был национальный дух Ноу Пасаран, они не пройдут, который давал бонус к защите. А потом он перешел в негативный национальный дух. Который же дает уже штраф для дивизии. Это скорость восстановления дивизии минус 15%, атака минус 10%. Ну тут чисто почти одни коммунисты остались в Республиканской Испании. Так, что у нас там по Ресам опять? Алюминия не хватает. Надо заранее затариться им. И сейчас надо прокачать, будет у нас сейчас промышленность, ячейка освободится, надо будет прокачать технологию добычи ресурсов, чтобы прожать потом решение вот это вот на добычу, на развитие добычи алюминия бокситов. Так, скидку на бомберы мы взяли, дальше что у нас пойдет? Может быть еще перед вот этой веткой, перед вот этими и вот этими, да, фокусами. Поддержка войны у нас в принципе пока есть. Армию мы пока не нанимаем, оставим эти фокусы, наверное, на 39-й год все-таки. Вот эти два. А сейчас мы возьмем... Так, вот подготовка к... подготовка к неизбежному, очень имбовый фокус. Но мы, наверное, его немножко позже возьмем, в начале 39-го года. А сейчас возьмем фокус на авиацию именно. Вот, вот этот фокус, который снижает стоимость производства авиации. Aircraft Production Group. Группа по производству самолетов какая-то. Группа заводов, видимо, по производству самолетов. Производство самолетов остается нашим главным приоритетом. Лондонская группа по производству самолетов должна быть создана для управления и координации всего. Имеющегося производства, связанного с самолетами. Снизим стоимость производства на 3% у всех самолетов. Все. Почти целый год, почти до 39-го года, почти как по истории. Продержалась республиканская Испания. Так, а сейчас мы накопим 75 политки на рамбраже. Так, все. Окончание гражданской войны в Испании, капитуляция республиканцев. Националисты празднуют победу и запускают новую эру. Началась новая эра в Испании. Стороны конфликта понесли большие потери во время сражений. И теперь нужно будет, короче, для восстановления Испании много времени и сил потратить. Сейчас прожмем 75 политки, улучшение, не улучшение рабочих условий, а тренировку рабочей силы. Ну да, поствоенная экономика. Восстановление после гражданской войны. Тут такие национальные духи негативные, что капец в Испании. Объем производства минус 30%. Так, что мы дальше в авиации возьмем? У нас скидка на такты есть. Нет, почему-то у нас скидки на такты не появилось. У нас скидка на морбобры есть. Возьмем сразу. Морбобёр, Армстронг Уитвард Уитли, АВ, Тайп 217. Стоп, а почему у нас не появилась скидка на эти? Почему-то изменилась у нас... Была скидка типа на такты, а почему-то вместо этого теперь появилась скидка на снижение штрафа за опережение время. 20% скорость исследования на доктрины воздушные, на некоторые теории доктрины воздушной. Чё-то странно, вроде было другое, когда мы брали этот фокус. Уровень ярости союзников... Гнева союзников восьмой. Прирост политки плюс 3%, скорость мобилизации плюс 5%. Так, компьютерную машину изучили. И у нас сразу есть скидка на дешифрование. Так, сколько у нас там... Это в марте будет операция по краже чертежей, а дешифрование через год. Это при условии, если немцы не прокачают свой уровень шифрования круче. Поэтому, да, надо сейчас брать дешифрование радиочастотный анализ, чтобы у нас усилить скорость дешифрования. Ускорить дешифрование немецкое. И потом вот эту штуку ещё взять, машинное дешифрование. Так, Ирландия скоро станет независимой, может стать независимой. Увеличим немножко палубу авианосцев на 5% и эффективность вылетов будет плюс 2% с авианосцев. Как раз в следующем году будем размещать эти самолёты на авианосцах, нам это пригодится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Все, что это за рейтинг?» Субтитры создавал DimaTorzok армия вроде стала получше, чем раньше была в этом моде. Это пехотные дивизии есть полноценные, такие неплохие шаблоны. Так. Реформированное протест в Китае заявляет официальный протест из-за нашего атташе у Гоминьдана. Ну, Реформированное протест в Китае, это марионетка японская, вот эта вот красная, которая. Ну, мы будем отправлять своего атташе куда захотим. Это Ван Зенуэй, по-моему, лидер у них. Ну, да. Японская марионетка. Японские военные советники. Их рулят всем, управляют. Тут, кстати, а, я думал, Ченкайши уже сместили, что ли. Так, в промышленности, что мы возьмем в промышленности? Уже можно брать промышленность третьего уровня, расцветочная. Что мы, наверное, и сделаем. Объем производства плюс 16%. Так, что у нас тут? Ну, по одному в день производится спидфайру. Так, мы слишком долго позволяли шэндуньской клике торговать свободно. Мы можем оказать давление на одного из наших союзников, чтобы он снизил торговлю с шэндуньской кликой. Бутан. Мы можем оказать давление на Бутан, чтобы он снизил торговлю с шэндуньской кликой, но это вообще бесполезно. Может быть, в следующий раз. Что, Бутан наш союзник, что ли? А, он марионетка наш, точняк. Джигми Вангчук. Король Бутана. Да, здесь у нас морская ячейка. Чего мы здесь прокачаем дальше? Нам радары надо срочняк прокачивать. Но мы их прокачаем уже только в следующем году, потому что здесь требуются наземные радары прокачать сначала. Поэтому, что мы здесь прокачаем? Изучим. Вот, изучим с КБшкой как раз улучшенный эсмин, эсминец сопровождения. Так, следующий фокус у нас будет... Нам, в принципе, уже вот эти фокусы открыты, которые на 1939 год. Но мы, наверное, все-таки их в 1939 прокачаем. А пока что, пока что, пока что возьмем... На поддержку войны, наверное, все-таки возьмем вот эти два фокуса. И резервистов дополнительных. Портовые оборонительные сооружения построим по территории Великобритании. Береговые укрепления построим второго уровня. Так, изучилась у нас переработка горючего улучшенная. Не улучшенная, а обычная, точнее. Вот теперь в этой ячейке надо взять добычу ресурсов прокачать нам. Вторая нам требуется. Но вторая нам пока не доступна, пока мы не изучили первую. Ну, чтобы алюминий... Добывать алюминий, производить алюминий из бокситов. Нобелевские премии 1938 года. Италия была в ярости, когда Ферми, когда Энрико Ферми получил Нобелевскую премию. Когда 10 декабря 1938 года в Стокгольмском... В Стокгольм концерт-холл 10 декабря... 10 декабря 1938 года в Стокгольмском концертном зале вручались Нобелевские премии. За 1938 год присутствовали только два лауреата Нобелевской премии. Перл Бак, лауреат по литературе, и Энрико Ферми, лауреат по физике. Шведский король Густав V вручил лауреатам Нобелевские дипломы и медали. Нобелевская премия мира за 1938 год была присуждена Международной организацией по делам беженцев Фритьёфа Нансена. Нобелевская премия по физике была присуждена Энрико Ферми за демонстрацию существования новых радиоактивных элементов, образующихся при облучении нейтронами и связанное с ним открытие ядерных реакций, вызываемых медленными нейтронами. Получив приз в Стокгольме, Ферми решил не возвращаться в Италию. Шепотом говорили, что это произошло, что это случилось из-за новых расовых законов в Италии, которые угрожают его жене-еврейке. А вместо этого Ферми отправился в Нью-Йорк. Судя по всему, он подал там заявление на постоянное проживание, что вызвало ярость у итальянских чиновников, назвавших Энрико Ферми предателем. Нобелевская премия по литературе за 1938 год была присутствована Перлу Баку. Это вообще мужчина или женщина? Надо нагуглить. А, это женщина. Из США Перл Бак американская писательница и переводчица. Действия ее произведений преимущественно разворачиваются в Китае. Вот. Была прислаждена Перл Бак за ее богатые и поистине эпические описания крестьянской жизни в Китае и за ее биографические шедевры. Комитет удержал обе премии по химии, а также по физиологии и медицине, заявив, что ни одна из номинаций года не соответствует критериям, изложенным в завещании Альфреда Нобеля. Ну что, поздравляем победителей. И закругляемся на сегодня. Ну, в принципе, у нас еще политка есть, можно еще куда-нибудь политку потратить. А, я же хотел обучение рабочей силы прожать. И что еще прожмем? Так, создадим-то мы еще, наверное. Ага, вот куда мы потратим 50 политки как раз. Короче, станем главой нашего разведсообщества всего союза союзников. Станем главой разведсети всех союзников, короче. Скорее всего, получим еще двух чемпионов получим. Благодаря этому. Так, из заводы куда мы поставим? Что у нас там не производится из необходимого? Броневики, мотоциклы, командирские танки. Поставим броневики на производство. А, мотоциклы поставили. 900 не хватает, по одному в день производится. Как раз успеем с начала войны. средние бомберы еще надо производить и палубные истребители для пополнения развернутых соединений военных. У нас опять с алюминием проблемы. Так, в принципе, неплохо у нас промышленность, но это не учитывая то, что мы еще армию толком не разворачивали. Ее мы будем разворачивать уже в следующем году. Так, ну что, берем сегодня последний фокус. раздача противогазов. С каждым днем мир становится все опаснее. Мы должны защищать гражданское население от любых атак с применением ядовитых газов. Британия вздохнет спокойно. Получим еще 15 тысяч резервистов и поддержку войны. А то у нас поддержка войны падает, это хреново. Так, а здесь прокачаем дальше доктрину. Так, наступательную тут у нас 200 дней, а тут у нас 233 дня. Ладно, возьмем пока вот эту докачаем до конца ветку, а потом уже будем вот эту качать наступательную доктрину. до 31 декабря. продолжим продолжим в следующей серии. качья do помидором гранậpе, Продолжение следует...